Сейчас я предлагаю поделиться мнениями о текущих... Вы правильно заметили, что наше заседание-встреча совпадает. Кажется и очевидно, что вообще мы находимся довольно-таки в ощутимых периоде ощутимых геополитических тектонических процессов. И в этом контексте, конечно же, евразийская экономика окажет непосредственное воздействие на экономическом климате в евразийском пространстве. И в этом смысле мы должны обсуждать, какие решения оперативные нужно принять, чтобы эти воздействия негативные были минимальными или, если возможно, это обойти, принять соответствующее решение. Конечно, Вы правильно сказали, итоги 2021 года для Евразийского экономического союза довольно-таки позитивные, потому что, в принципе, 2021 год тоже был кризисным, но общий объем торгово-экономических связей и товарооборот внутри Евразийского экономического союза вырос, и это довольно-таки позитивный сигнал для всех нас. И очень важно отметить, что есть и потенциал расширения евразийского экономического пространства, и есть страны-наблюдатели, с которыми мы довольно-таки эффективно сотрудничаем, и есть еще некий интерес со стороны других стран начать сближение с Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что это, в общем, в принципе, позитивный процесс, и я думаю и хочу надеяться, что Евразийский экономический союз всем нам удастся провести такую политику, что в текущих ситуациях ЕАЭС, как экономическая платформа, усилится и продолжит дать импульс развитию экономик наших стран. Спасибо большое. Благодарю Вас, Николай Вавлович. Интеграция на евразийском пространстве – это мощнейший стиль.